Всем привет, вы на канале Стивен Геймс, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat XL. И сегодня мы поиграем на башне Испытай Удачу, но не простым персонажем. Играть мы будем чужим, у которого есть хвост, который просто обычным ударом лишь наносит нехилый таки урон. А мне нравится бить одним ударом. Но нет, играть мы, конечно же, будем как и спецприемами, так и X-Ray, и захватами. В общем, посмотрим, как получится. Выбираем один игрок, башни, традиционные башни. Ну и выберем башню Испытай Удачу. Сразу скажу, что играть я, собственно, не совсем умею в игру, и поэтому гениев игрушки Mortal Kombat попрошу не возникать, когда вы увидите мои фейлы. Все-таки играю я максимум там два месяца, около того, и в целом все. За это время я практически ничему не научился. Максимум это чужим кислотником поиграть могу, и то из-за того, что я хотел записать этот ролик и поиграть именно этим персом. Трюкачом я ни разу не играл, торкотанцем тоже, поэтому выбираем кислотника. Выбери сложность. Играть будем, конечно же, на средней. Я не гениален, и поэтому играем мы только лишь на средней сложности. Что ж, давайте начнем. Испытай Удачу, мне нравится башня. Я не раз это повторял в моих предыдущих роликах, тем, что здесь ты просто не ожидаешь от боя чего-то такого сверхъестественного, а ждешь чего-то обычного, а тут бац себе, и ты всего лишь должен один удар нанести, чтобы победить. Ну, к сожалению, в этот раз мне не совсем повезло, и первый удар делала Джеки. Вот сволочь. Так, нет, одним ударом я бить не буду, я же обещал. Я же обещал бить несколькими, хотя бы ударами. Давай, ну же, ну же, ну что ты делаешь? Да что ж ты делаешь, рептилия? Оторвануть хотя бы можешь его? Ну, вроде как может, но почему-то он не хочет это делать. Странно. Может, из-за того, что у меня, испытая Удачу, выбраны какие-то кулаки, которые не дают мне шанса разыграться. Я даже огонь схватить не могу почему-то. Странно. Ну ладно, я в любом случае побеждаю. Кстати, убив только ее одним лишь хвостом. Это очень странно. Я правильно наношу только что... Ну, спецприем я точно правильно наношу, но, видать, его нельзя использовать здесь. Бить можно только лишь обычными ударами. Сейчас постараюсь X-Ray накопить и посмотреть, можно ли будет X-Ray нанести. Мне кажется, что тоже нет. Он мне даже дальше и не копится. Хм, нет, накопился. Нет, X-Ray тоже нельзя нанести. Да, все-таки этот бой просто обычными кулаками. Я только сейчас обратил внимание на Удачу. Отлично. Ну, мы в любом случае ее победили, потому что я говорил, что у Чужого есть хвост. А для начального уровня, вот Чужой, это просто гениальный персонаж, которым вы пройдете большинство башень. Я вас в этом уверяю. Я прохожу Чужим практически все башни. Еще Бурайчу иногда поигрываю и кожаным лицом, потому что как раз-таки на этих персах я тренировался. Да, я даже Токеды особо не играю. Хотя это и является моим любимым персом. Так. Ермак, что у нас здесь сейчас? А здесь у нас сейчас костюм. То ли Сабзира, то ли кого. Бомбопад. Быстрый апперкот. Мне нравится быстрый апперкот. Не знаю. Давайте сейчас попробуем нанести спец... Вот, смотрите, сейчас все работает. Сейчас мне даже нравится. Ну-ка, травить умеешь? Да, умеет и травить. Смотрите, все. Теперь все отлично. В предыдущем бою просто мы играли одним лишь кулаками. Кстати, благодаря тому, что я его траванул, он сейчас лишается кучи здоровья. Ну, на мой взгляд. Давай-давай, прыгай на него. Отлично. Откусили что-то там. И неплохо. Хватаем. Вот так вот. Проткнули. Ну-ка, иди сюда. Так. Мешок мяса. Блин. Схватил меня все-таки. Ермак Сабзира. Я тебя тоже схватить могу. Ну и давай траванем тебя. О. Блин, промахнулся. Я все-таки промахнулся. Но экстрем я точно носить не буду. Мне не хочется экстрем его побеждать. А, ну у меня его и нету. Вроде был накоплен, кстати. Чужой побеждает. Но в целом оставалось у меня очень мало здоровья. Ладно. Будем сейчас гораздо аккуратнее играть. Я думаю, что все получится у нас. Блин. Ну вот посмотрите. Я прыгаю только тогда, когда он валяется и ничего не делает. Ну сейчас хотя бы прыгаю. То хорошо. Вот так. Отходим. Блин. Я думал, вот эту сверху башню можно схватить. Странно. Ну ладно. Хорошо. Обойдусь как-нибудь без нее. Блин. Ну как так? Чужой закосячить-то можно было. Ну ладно. Это я закосячил. Думал дотянусь. Так, отлично. Хотел прыгнуть. Я думаю, многие заметили эту. Но у меня не получилось. Отлично. Блин. Вот эти бомбы меня очень сильно смущают. Получай. Отлично. Маг ничего нам не сделал. Чужой побеждает. Все равно вырываем победу. Хоть и на волоске. Фу. Блин. Это сложно было. Я не знаю почему, но именно вот этот вот бой мне дался очень сложно. Мелина противник номер 3. Скорее всего, после третьего противника у меня на счету будет около 80 тысяч очков. Это очень мало. Но тут уж ничего не поделаешь. Либо повезет, либо не повезет. Так, удар молнии, супер шкала отключена и броски выключены. Супер шкала это имеется в виду X-Ray что ли? Да, X-Ray отключен. Ну и ладно, фиг с ним. Без него обойдусь как-нибудь. Так. Отлично. Сховали немножко ее. Иди сюда. Травануть тебя надо. Блин. Подошла. Да е-мое, отходит все время. Хочу травить противника. Когда травишь их, они гораздо веселее убиваются. Не знаю почему. Давай харкаем в нее. Отлично. Все. Смотрите. Вот. Очень легко и просто. Мы в нее харкнули. Она сразу же начинает травиться. Наносим еще пару ударов хвостом и победа. Вот такая вот незамысловатая штукенция. Блин. Вот только что я ее травил, мне казалось. Так. Отлично. Все. Траванули ее снова. И давайте теперь хвостом бить. Теперь можно и на нее прыгнуть еще сверху. Отлично. И добиваем. Сейчас швырну в нее монаха. Лови. И добили. Все. Целая милина пронизывающая. К сожалению, ты являешься слабым звеном. А как раз таки чужой кислотник побеждает. Поэтому продвигаемся дальше. Что нас ждет следующим противникам? Кано. Счет 84 тысячи тем временем. Этого очень мало на четвертом-то противнике. Мне казалось, на четвертом противнике счет должен быть около 150 тысяч. Это чтобы буквально получить золото. Но 80 тысяч это как-то диковинку немного. Так. Лунные сапожки. Помощь кабала. Брейкеры отключены. Время ограничено. Блок брейкеры. 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 Что за брейкеры? Ага. Брейкеры. Понятно. Понятно. Теперь что за брейкеры? Ух ты. Ё-моё. Вот это да. Вот это он дал только что. Блин. Да тут еще меня что-то на... Он мне что-то урон наносит. Ёшкин кот. Я этого не заметил. Протыкаем его. По-быстрому. А то как-то у меня здоровья маловато. Мне это совсем не нравится. Я не хочу проигрывать. Ну-ка пробиваем у черепушку. Отлично. Мы пока что еще ни разу не проиграли. Поэтому стоит конечно... Блин. Отлично. Перепрыгнул. Сейчас вот эти вот надо кольца проезжающие перепрыгивать. И все будет отлично. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Блин. Ну каким боком-то? Ё-моё. Но это несправедливо. На самом деле это несправедливо. Когда ты наносишь этот удар. Нужно хотя бы, чтобы по тебе кольцо урона не наносило. Кану дебильный. Блин. Че ж ты в мобайле так не играешь? Здесь ты вон как разносишь мне персонажа. Да блин, мне это кольцо заколепало уже. Сколько оно будет проезжать еще? Я уже боюсь просто ходить по земле. Оно каждый раз проезжает тот момент, когда... Я пытаюсь... Нанести урон. Навряд ли. Навряд ли я сейчас вытяну этот бой. Блин, 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 нет, ну... Ох... Это полнейший бред. Нет, это просто неудача. Это дикая неудача. Я должен был побеждать. Вы посмотрите, этого Кана вот сейчас будет порвать очень легко. Потому что не ездят всякие кольца эти. Вот они не мешают просто тебе. Подбираешь щиты всякие. В общем, просто добиваешь этого соперника, можно сказать, только лишь одним ударом. И все. И проблем никаких нет. А то прыгаешь на него. И все хорошо вроде. Отлично. Еще щита подобрал. Не, ну он, конечно, пытается что-то сделать. Но у него... Почти это не получается. Но он опять меня снова побеждает. Я не знаю, я против Кана вообще почему-то ничего сделать не могу. Странный персонаж какой-то. Пошел вон отсюда. Сволочь. Одним хвостом, что ли, себя только лупить. Потому что у меня спецприемы просто отказываются работать. Так. Да прыгни ты на него уже. Ну просто, блин, я не знаю. Просто прошу сделать одно действие. Прыгнуть на него. И то он запрыгнул на него и сразу... Чужой побеждает. Но неужели? Неужели хоть что-то... Хоть что-то хорошее произошло. Так. Да почему я в отключке-то? Понятия не имею. Так. Так. Отлично. Экстрей хоть нанесли. Нет, ну второй раз, конечно, победили. Но все же... Все же первый раз там несправедливо было то, что вот эта вот ересь ездила каждый раз. И я не мог тем самым победить. Просто не мог. Я его практически добивала. Но по мне урон наносила. Я просто сбрасывался со спецприема. Как-то так получается. Противник пятый. Брайчо. Ну с Брайчо я думаю... Выиграем. Продолжение один. Что это значит? Понятия не имею. Следующий противник Брайчо. Хорошо. Я уже проиграл. Я не получу дополнительные очки за то, что я проиграл на этой башне. Вот это меня больше всего зачаровывает. Касание вампира. Отскок. Портал комбо. Супер П. В общем, ладно. Читать не буду. А то вдруг какая-нибудь ерунда еще. Вон порталы появляться начинают уже. Там как раз таки про порталы речь шла. Отлично. Нет, ты только в портал сейчас не пры... Это что такое было? Он наносит урон и прям в портал прыгает. Идеальный. Идеальный персонаж. Ничего не скажешь. Ну-ка. Ну-ка. О, отлично. Я тебя тоже обрыгал немножко. Ты куда провалился? О, приветик. Ух ты. Блокируется. Смотрите-ка. Оп. Топнул ножкой. И ничего не произошло. Блин, я его схватить хочу и не получается. Тоже он очень далеко от меня находится. Так. Проткнули. И бросили прям в портал. Так. Ну и давайте. Хватаем его и добиваем. Победа. Ну, как я и говорил, здесь все будет гораздо легче. Потому что это Бройчо. Я, возможно, бы Бройчо победил чужого. Но меня этот Бройчо, он навряд ли. Те одолеют. Потому что чужой имба. Просто имба персонаж. В сравнении с Бройчо. Ну, мне почему-то так кажется. Хотя, этот алкоголик может многое. Если захочет. Так. Блин, ну я промахнулся еще икс-рей. Блин, может сейчас у меня дополнительные очки за то, что я... По мне ни разу урона не нанесли, получу. Получай светофором, сволочь. Я такая. Так, ладно. Над, движком по голове. Блин. Я хотел очки дополнительные получить. А здесь ничего не получилось из-за того, что... Я закосячил. Скорпион противник шестой. Это уже шестой противник идет. Тем временем... Я играю только шесть минут, что ли, получается? Шесть минут? Серьезно? Ну, может быть, кстати. Я как-то не обратил даже внимания. Ладно. Тройной... Тройной отщеп. Бесконечный супершк. Ага. Вот это мне уже нравится. Что за бесконечный супершк? О-о-о-о. Ну, ребят. Ну, тут без этого никуда. Понимаете? Это дополнительные очки. Я не могу просто так потерять их. Нанося просто одни лишь икс-рей, я просто получаю дополнительные очки. Отлично. Я могу на это смотреть просто вечно. Вы посмотрите. Я лишаюсь здоровья, но при этом я его добиваю экстремен. Это классная тема. Я не знаю. Может, кому-то это и не нравится, то, что одни лишь икс-рей используешь. Но все же это честно. Мне повезло. Я испытал свою удачу, и мне повезло. Нет, 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 нет. Хоть ты блокируйся несколько раз, все равно, все равно кара тебя постигнет. Понимаешь, Скорпион? Инферный Скорпион здесь, по сути, даже ничего показать не может. Он даже урона как такового нанести не получается у него. Хотя нет, смотрите-ка. Блин, нанес все-таки икс-рей, сволочь. Как он это сделал? Офигеть. Ладно. Сойдет и так. По сути, сойдет и так. Я не был уверен. Кстати, я в скором времени получу 35-й уровень. Круто. Так, остается последний противник. Последний это Куан-Чи. Ну, Куан-Чи не настолько сложный персонаж. Особенно, если нам еще и повезет. И удача будет шикарнейшая. Поэтому давайте глянем. Надеюсь, что нам повезет. Смотрим. Так, тяжелые спецприемы. Тройное еще броня. Электропол. Отскок выключен. Прыжки смерти на кулак. Клонение мира. Но в целом наклонение мира это уже не удивление. Я уже привык к тому, что меня подташнивает. Блин, вот не люблю вот эту тему. Потому что ты должен наносить только удары одним лишь хвостом, по сути. Я не могу сейчас наносить ни спецприемы какие-либо. Не могу не травить соперника. Просто бить одним лишь хвостом. Это как бы весело. Но мне, по сути, повезло. Это моя удача. Она сработала и я рад за это. Я просто сейчас бью его всем, чем только можно. И все. Своего рода это чем-то напоминает мне, когда тебе дается капля жизни. И ты должен в первую очередь ударить противника. И все, тогда ты выигрываешь. То же самое вот эта вот часть является. Сейчас я получаю около 300 тысяч очков, мне кажется. И не беру бронзу, опять же. Да, 356 тысяч. Притом, все. Проблема в том, что ни фаталити, ни бруталити, ни убийство фракций я, по-моему, нанести не могу. Насколько я знаю. Плюс у меня было одно поражение. Это минус 5000 очков. Но 5000 нам победы не сделают. Плюс без поражений. Если бы я выиграл, то были бы дополнительные очки. Но опять же я их не получил. В этом-то вся проблема. Ну а так, в целом, мне понравилось играть за чужого. Надеюсь, вам тоже персонаж этот понравился. Потому что если его использовать правильно. И использовать в каких-нибудь классических башнях. Вот, например, я играл им в последнем герое, вроде бы. Либо нет. Либо нет. Вот, традиционно классическая башня, где ты в самом конце дерешься с шиноком, который еще в какого-то дьявола превращается. Вот на этой башне я играл. Ни разу не проиграл я чужим. И в целом, на нанеся спецприемы, конечно же, ударяв только лишь одним хвостом, я и выигрывал. Приблизительно такую же игру я показал и воспитая свою удачу. Но здесь я больше, конечно же, уделял внимание спецприемам, когда это было возможно. Ну, а когда нет, приходилось играть только лишь обычным хвостом. Но это тоже выглядело, на мой взгляд, потрясно. Что ж, ребят, на этом все. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Записывал его очень долго, вы не поверите. Несколько раз перезаписывал, потому что у меня то слетала запись, то обратно все было хорошо, то опять приходилось перезаписывать, потому что звук не записался, то вебка. Поэтому, надеюсь, вам понравился ролик. Вы поставите лайк. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем! Пока!